Друзья, всем привет! Добро пожаловать на блин тайм! Сегодня мы готовим пирог улыбака! Поехали! Наш пирог состоит из двух частей. Часть из какао, часть из творога. Для части из какао нам нужно 150 грамм муки, 1 столовая ложка с горкой порошка какао, 80 грамм сахара, 2 яйца, 50 мл молока, 50 мл растительного масла, 0,5 пакетика ванильного сахара, 7 грамм разрыхлителя, это 2 чайные ложки, соль щепотка. А для творожного теста нам нужно 200 грамм творога, 1 яйцо, 30 грамм сахара, это столовая ложка сверху, и 15 грамм муки, это 1 столовая ложка. Сразу включаем духовку разогреваться на 180 градусов. Смешаем муку с какао. Мука у нас, естественно, просеянная. Щепотка соли, разрыхлитель. Перемешиваем. Отставляем нашу смесь. Взбиваем 2 яйца с сахаром и ванильным сахаром. Взбивали 2 минут и добавляем растительное масло и молоко. Взбиваем 3-4 минуты. Добавляем нашу мучную смесь. Мы до однородности взбили миксером. Теперь выкладываем тесто в нашу подготовленную форму. Форма диаметром 26 см. Вы можете брать и 24. Можете и квадратную взять. Разравниваем наше тесто по форме, раз мы его уже сюда выложили. Теперь в сторону складываем. Для творожного теста берём творог. У меня здесь 250 грамм. Я 500 грамм оставлю. Сегодня последний день срока годности творога. Поэтому мы сами готовим этот творожный прекрасный пирог. Для этого рецепта нужно протереть творог, если он зернистый. У меня он зернистый. Но что-то особо не протирается. Я заморачиваться не буду. Конечно, всё понимала, извините. В общем, лучше брать, конечно, такой кремовой консистенции творог. Мы сюда яйцо вбиваем. Добавляем сахар. В столовую ложку сверху. Перемешиваем. И пробиваем. Не всё. И добавляем. 15 грамм муки. Но я уже по своему состоянию вижу, что добавим и больше. Это 1 столовая ложка. Сейчас посмотрим, конечно. Я сразу добавлю ещё. У меня сильно жидкая получается. Я точно думаю, что это сильно жидкая. Мы взбивали наше тесто до однородности. Теперь возьму кондитерский шприц. Потому что мешка у меня нет. Вы можете или мешком, или же пакетом от мусорки. Не знаю. В общем, разберётесь. Или ложкой. Это рецепт пирога «Стёга на одеяло» называется. Потому что решёткой выкладывается в белое тесто. И получается как «Стёга на одеяло». Ну, я решила сделать пирог улыбака. Сейчас вы поймёте, почему он называется пирог улыбака. «Стёга на одеяло» Теперь разровняем. Вы можете инициалы какие-то написать. Свои или того, кого вы любите. Ну и смайлик. Здесь после выпечки он будет улыбаться. Теперь мы отправляем в духовку на 30-40 минут. 30-40 минут готовности. Друзья, наш пирог улыбака готов. У меня даже слов нет. В общем, задумываясь, как белый смайлик на тёмном фоне. Ну, кажется, вы сами видите, у нас как-то тёмный фон вышел на передний план. И получился афроамериканский смайлик. Так что, вот такие вот пироги. Да, вы заметили, что он немного подгорел. На самом деле, на камере это намного больше заметнее, чем в жизни. Он остынет, я вам покажу его в разрезе. Не знаю, как вас, но этот пирог меня реально улыбнул. Я просто не успела записать видео, какой пирог в разрезе. Он разошёлся часа за три. Это самый вкусный пирог, который я пробовала. У него вкус магазинный. Вы знаете, когда вы едите, и вы думаете, он такой вкусный, но там полно химикатов, я чувствую. А тут нет химикатов, и вкус магазинный дорогой. Запах, запах вообще вам передать не могу. Какао, ваниль и творог вместе. И вот я думаю, что это ещё за растительного масла. Вместе даёт такой неповторимый аромат. У меня этот пирог просто на первом месте теперь. Вкусняка, вкусняка. Но этот пирог, это просто, это вкуснейшая, вкуснейшая пирога. Вкуснейшая пирога. Вкуснейшая пирога. Вкуснейший тушь на химик. Вкуснейший тушь на химик. Вкуснейший тушь на пирога. Крем kırых поездам, 앞л prol Nos лавто, Продолжение следует...